Почему России нужен Путин? Иосиф Зисельс Новое время страны, Украина 14 марта 2018 года Мне неинтересны предстоящие президентские выборы в России, поскольку меня вообще не интересуют результаты выборов в странах, где результат заведомо предрешен. Изменения во властной верхушке Москвы всегда возможны. Вопрос только в какую сторону? Мы всегда надеемся, что все изменения к худшему. Но по своему опыту знаю, что радикальные изменения бывают и к худшему. Например, так было с Ющенко, от которого устали, затем пришло еще худшее. Так что в России изменения с большой вероятностью могут произойти к худшему. Даже если бы Путин на самом деле внезапно исчез, там есть и более ястребиные фигуры. Что касается Жириновского, ему это будущее не светит. Поскольку в России готовят своих преемников, там передают власть. Как это было с Медведевым? Думать, что лидер РФ определяет повестку дня, это изоблуждение. Не Путин создал такую Россию, это Россия востребовала на трон такого, как Путин. Он ей нужен. А почему, тут уже стоит разбираться в российско-имперской и евразийской идентичности. Идентичность определяет, кто будет дальше у власти. Россия хочет быть имперской. Ей важно, чтобы ее боялся весь мир. Она хочет граничить только сама с собой. Россия не изменится, пока не потерпит какое-то жестокое поражение, как в свое время Германия и Япония. Только подобное потрясение может изменить как саму форму страны, так и, следовательно, ее идентичность. Форма в значительной степени определяет идентичность. В таких размерах из такой истории народ не может быть иной. А измениться он может лишь тогда, когда наступает шок. Но поскольку сейчас нет фактов, которые привели бы Россию на грань такого жестокого поражения, то я уже много лет не рассчитываю на позитивные изменения в той стране. Мне главное, чтобы она не лезла к нам и другим. Увы, это неизбежно. Постоянная агрессия – закон развития имперской системы. Поэтому Украине нужно укрепляться, искать верных союзников и становиться настолько сильной, чтобы с ней считались. Стать сильнее – единственный путь. И он будет очень долгим, как экономически, так и социально. Но только так мы найдем достойных союзников и сможем как-то противостоять угрозе с Востока. Иосиф Зисис, председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник.